АВТОРУ Житель Омска продает автомобиль, который работает на дровах, продающая страница То есть экологически чистый автомобиль, мечта каждого европейца Кроме дров, в эту печку можно загружать солому, сухой навоз, опилки, шишки, другими словами, все что валяется под ногами и может гореть Заправленной печки хватает на 120 километров пути Если принять, что еловые шишки и навоз много не стоят, экономия примерно 400 рублей на 120 километров пути Именно столько уходит бензина на такое расстояние Но дело не в экологии или личной экономии Как сообщил изобретатель местным журналистам, это не первый его автомобиль на дровах Один он уже продал и собирается доводить до ума еще один другой автомобиль, чтобы тоже его продать Чем не бизнес для сельской местности? Пусть машинка не новая, но для провинции в самый раз куда-то съездить Что-то привезти, для этого не нужно покупать какую-нибудь иномарку или новую ладу Житель Донецка придумал еще более эстетичную модель автомобиля, которая может ездить как на дровах, так и на древесном угле У нее вся печная конструкция помещается в багажнике, так что торчащая из багажника печка не шокирует окружающих Причем, сделал он это за два дня Собираются начать и скутеры переделывать Стоить это будет для скутера всего 20 гривен 60 80 рублей по нашему По-моему, спрос на такой транспорт в период санкций Рецессия падения рубля будет только расти Все, что помогает людям экономить, делает нас богаче Придумайте для людей способ экономить на бензине, отоплении, воде, электроэнергии И вам даже на рекламу тратиться не надо будет Вас сами найдут, сами заплатят, да еще поблагодарят На страничку умельца из Омска в день заходит не менее 100 посетителей А за две недели его автомобиль с печкой просмотрели 7400 раз По телевизору недавно рассказывали про одного человека Который помогал бизнесменам экономить на налогах Придумывал схемы, уменьшающие налоговое бремя на фирмы Очень богатым стал человек Субтитры создавал DimaTorzok